Всем добрый день. Наверное, моя должность в Высшей школе экономики не так важна, как профессиональное поле, из которого я выхожу. Действительно, я занимаюсь коммуникациями в цифровой среде и защитил диссертацию по психолингвистике, именно по тематике социальных медиа. Сегодня... Сейчас я включу демонстрацию экрана. Прошу прощения, одну секунду. Темой доклада объектом обсуждения будут виртуальные сообщества. Скажите, пожалуйста, хорошо ли видно мой экран? Да. Хорошо. Мы поговорим о цифровой антропологии виртуальных сообществ. Мне бы хотелось наметить некоторые базовые подходы, которые на текущий момент сформировались к исследованию этих сообществ, и дать краткий... Объясню позже, почему краткий обзор методов, при помощи которых производятся эти исследования. Сама по себе тема виртуальных сообществ, виртуальные сообщества как объект исследования, носит трансдисциплинарный характер, и этим обусловлен ряд, скажем так, проблематизирующих моментов их исследования. Потому что прежде чем сформироваться как некоторой... одинаково всеми, я бы сказал, понимаемой области, необходимо договориться о понятиях, о принципах, и, собственно, вот об этом и будет мой доклад сегодня. Собственно, он будет включать три блока. Первое – это понятийное поле исследований виртуальных сообществ. Второе – это подходы и принципы в различных областях. Третье – это методы. Ну и также будут некоторые примеры, очень иллюстративные. Я надеюсь, что мы с вами в блоке обсуждений затронем большее количество, собственно, примеров исследований виртуальных сообществ, потому что у меня есть подозрение, что этот опыт есть у большинства присутствующих сегодня на семинаре. Для начала я бы хотел сказать, что в той литературе, к которой я обращаюсь сегодня в рамках доклада, конечно, превалирует литература западная, потому что в российских источниках полноценных, больших, серьезных, обзорных и методических работ на текущий момент практически нет. Но, тем не менее, к ним я тоже обращаюсь. По ходу доклада я буду называть авторов и работы, собственно, которые послужили основой для тех или иных тезисов. Для начала необходимо обратиться к, собственно, понятию виртуального сообщества. Оно начинает фигурировать в 1993 году, когда выходит работа Говарга Римкельта, которая, собственно, одноименная работа, The Virtual Community, и он определяет виртуальное сообщество как социальное объединение, которое возникает в сети, когда к ней подключается достаточное количество людей. Согласитесь, достаточно краткое объединение, в котором, на мой взгляд, присутствует одна важная предпосылка. Сообщество возникает тогда, когда возникает сама сеть. То есть в случае с Рейнгельтом само сообщество вторично по отношению к сети. Возникает сеть, и только на базе сети возникает сообщество. И этот вопрос был, что является первичным сообщества или, собственно, сеть, был дискуссионным на протяжении, ну, как минимум двух десятилетий. Фактически было два ключевых вопроса, на мой взгляд, которые требовали ответа. Это поиск ответа на вопрос, что важнее в понятии виртуального сообщества, собственно, виртуальная среда, которая его формирует, либо сообщество, которое будет являться первичным по отношению к среде и уже иметь в ней какое-то медиатизированное продолжение. Второй вопрос – это какое сообщество можно считать настоящим. Это вопрос аутентичности. И, естественно, мы можем наблюдать два подхода, которые исторически сложились. Первый подход говорит о том, что виртуальное сообщество будет считаться аутентичным тогда, когда есть реальное объединение людей, погруженное в виртуальную среду. То есть существуют некоторые вне виртуальные факторы, которые формируют это сообщество, позволяя ему получить продолжение в виде, ну, некоего сообщества в интернете. Также есть второй подход, который говорит о том, что виртуальная среда является фактически базой, ну, некоторым базисом для формирования сообщества. Вот, например, Артур Эскобар, говоря о цифровой антропологии, как об области знаний, говорил, что она должна заниматься изучением новых цифровых технологий, а также виртуальных сообществ, создаваемых при посредстве таких технологий. То есть технологический базис по версии Эскобара будет являться основополагающим в данном случае. Приблизительно к 2012 году эти два дискуссионных вопроса разрешились в представленной здесь работе, работа по цифровой антропологии под редакцией Хизер Хорст и Дэниела Миллера. О чем они говорят? Они говорят, что каждая социальная ячейка или маргинальное сообщество имеет равные права на видимость и представленность в цифровой культуре. Фактически в таком случае, они приводят пример, что для антропологии бухгалтер из Нью-Йорка или игрок в компьютерные игры из Кореи не более и не менее аутентичен, чем, например, шаман в Восточной Африке. Этот подход показывает, как снимается вопрос, во-первых, аутентичности, во-вторых, вопрос первичности. Цифровая антропология допускает и первый сценарий, и второй. Фактически позволяя реальным сообществам, медиатизированным виртуальной средой и виртуальным сообществам, которые возникли только благодаря наличию технологий, быть одинаково важными объектами цифровой антропологии. И, несомненно, это, скажем так, развязывает руки исследователями, позволяет иметь больший уровень свободы в выборе объекта исследования представителям абсолютно разных областей. При этом в работе Аннет Марка мы видим следующее. Возникает вопрос. В таком случае, если сообщество может быть сформировано не только по, например, этническому принципу, каким образом мы определим, что является сообществом, а что не является? И Аннет Марком говорит, границы сообществ выстраиваются дискурсивно на основе связности, интересов и потоков, а не географии, национальности или близости. Получается, что виртуальная среда фактически стирает границы локального и формирует общность на основе ряда иных факторов, которые позволяют сообществу быть не менее аутентичным и не менее, скажем так, функциональным. То есть факторы коммуникационные, факторы интересов, факторы, как она называет, потоков, то есть некоторых общих социальных явлений, которые находят репрезентацию в цифровой среде. При этом Аннет Марком, я здесь в нескольких слайдах обращаюсь к ее работе, показывает, что цифровая этнография – это фактически этнография в цифровую эпоху. Нет какого-то отдельного, нет отдельной сферы знаний, которая бы цифровой мир исследовала исключительно цифровыми методами. Это еще одна проблемная зона, которая на текущий момент уже нашла какой-то общий консенсус среди исследователей. И фактически этнография сейчас понимается, именно в цифровой среде трактуется расширительно. Вот приведу цитату. Этнография в цифровую эпоху понимается как исследование культурных паттермов и образование, выявляемых при помощи определенных вопросов на пересечении технологий и людей в эпоху постинтернета. Что это значит? Это значит, что с одной стороны важным фактором функционирования сообществ являются некоторые его культурные особенности, некоторые паттерны, модели, которые это сообщество репрезентирует вовне. И при этом неотъемлемым актором этой среды, мы дальше об этом чуть подробнее поговорим, являются технологии, которые являются в разных подходах по-разному, не только каким-то медиумом, то есть посредником, точнее проводником, но и полноценным игроком на виртуальной арене, потому что именно формат технологий задает некоторый набор культурных практик, культурных факторов, которые влияют на функционирование различных сообществ. Для того, чтобы показать, насколько широко сейчас, на текущий момент, берется рамка исследований сообществ в цифровой этнографии, мы обратимся с вами к изданию под редакцией Сары Пинг по, собственно, цифровой этнографии. Там выделяется пять принципов. Первый принцип – это принцип множественности. Как раз принцип, который подтверждает предыдущий тезис о том, что снимается вопрос о примарности. Неважно, что является отправной точкой создания сообщества. Технология или, ну, скажем так, некоторая объективная реальность, которая в разных источниках называется по-разному. Либо актуальная реальность, либо аналоговая реальность. Ну, и тот, и другой сценарий являются одинаково валидным. Второе – это не цифроцентричность. Да, цифровое децентрализировано в цифровой этнографии. Очень много цифрового, которое на самом деле не ставится во главу угла. Почему? Дальше мы об этом поговорим. Третье – это открытость. Открытость, действительно, цифровая антропология – это трансдисциплинарная область. Вероятнее всего, ни одна дисциплинарная область сейчас не может претендовать на главенствующую роль в изучении, например, виртуальных сообществ. И фактически такой подход обогащает исследовательскую базу, потому что мы обладаем большим инструментарием, большим набором методов, которые позволяют исследовать различные виды сообществ. Четвертое – это рефлексивность. И это уже преимущественно антропологическое, я бы сказал, свойство, которое предполагает погружение в контекст функционирования конкретного виртуального сообщества и обозначает активную роль исследователя в, собственно, функционировании сообщества, в погружении в его различные практики. Пятое – это неортодоксальность. Принцип неортодоксальности мотивирован во многом развитием технологий, которые регулярно формируют новый коммуникационный ландшафт. Поэтому, собственно, цифровая антропология именно с точки зрения функционирования виртуальных сообществ позволяет допускать существование альтернативных форм коммуникации, которые также могут являться объектами изучения в русле этой области знаний. Аннет Маркхэм пытается, скажем так, обвести некоторый контур исследований в рамках цифровой антропологии, и мы пытаемся привести этот контур к объекту сегодняшнего обсуждения – это виртуальные сообщества. Существует три базовых подхода, на самом деле их больше, но Маркэм это признает и говорит, что на текущий момент ограничивается тремя. Давайте посмотрим на каждую из них в отдельности. Первый подход воспринимает интернет как посредника, то есть посредника реальной социальной практики. И в данном случае можно говорить о формировании этнографии сетевой социальности. То есть сеть, интернет, является некоторым спутником социальных практик и той конвой, которая задает некоторые культурные и социальные паттерны. Примером исследований, которые выстроены в этой парадигме, будут исследования пользовательских практик определенных интернет-платформ. В частности, существует большой корпус исследований различных объединений пользователей таких социальных сетей, как Twitter, как Instagram, есть отдельные исследования по Tinder или, например, каких-то онлайн-сообществ внутри каждой из социальных сетей. Потому что модель объединения пользователей в Instagram, в Reddit и, например, во ВКонтакте будет иной благодаря различным интерфейсным решениям, различным изначальным географическим предпосылкам формирования сообществ. Потому что, например, ВКонтакте будет являться российской социальной сетью, а остальные представленные здесь будут являться уже международными продуктами. И, собственно, это будет также накладывать определенный отпечаток на характер взаимодействия пользователей внутри этого сообщества. Второй посыл – это восприятие интернета как некоторого места или как некоторого отдельного мира. И здесь можно говорить об этнографии иммерсивных сред. Исследования, выполненные в этом русле, чаще всего касаются исследования виртуальных миров. Поскольку интернет как медиа обладает большим иммерсивным потенциалом, большим иммерсивным потенциалом, чем, например, аналоговые медиа, то, собственно, здесь уже можно говорить об отдельных методах, таких, как я не нашел русскоязычного аналога, как иммерсив кохабитейшн или иммерсив коллаборейшн. И фактически они предполагают собой включенное наблюдение в деятельность сообщества виртуальных миров, таких как Second Life, достаточно давно существующая площадка, или World of Warcraft. Можно говорить о более новых площадках, которые уже сейчас формируют несколько иные способы, несколько иной набор практик и порядков объединения, такие как, например, виртуальные меры, построенные на платформе блокчейн, такие как, например, Decentraland, базовой характеристикой которого является децентрализованная экономика, построенная на новых технологиях, которых еще не было в широком доступе, когда, например, появился мир Second Life. Третий подход – это подход во многом комбинированный. Интернет понимается здесь как способ существования. И, следуя названию одной из работ Кристин Хайн, интернет оказывается встроенным, воплощенным и ежедневным в наших практиках. То есть интернет не воспринимается как некоторый отчужденный объект, он фактически является неотъемлемым компонентом любого другого набора практик, не обязательно связанных исключительно с задачами интернета. И это связано с функционированием умных устройств, это связано с проникновением цифровых технологий в различные аспекты жизни, потому что даже если какие-то цифровые технологии или платформы оказываются недоступны в определенной местности, они, тем не менее, накладывают отпечаток на население этой территории. Потому что, условно скажем, пользователей интернета сейчас больше 4 миллиардов человек на планете, и несмотря на разницу в проникновении интернета в различных регионах мира, тем не менее, весь мир под действием глобализационных процессов оказывается частично измененным благодаря именно влиянию этих платформ. То есть медиа в какой-то части задают стандарты нашего переживания мира. Можно привести достаточно простой банальный пример. Например, это введение реакций в социальной сети Facebook, и потом введение этих реакций в ряде других площадок, которые наследовали этот принцип. Изначально в Facebook были только лайки, но потом появилась целая палитра эмоций, которые фактически, ну, скажем так, расширили возможности невербального отклика, то есть несколько изменили канву невербальной коммуникации внутри пространства этой социальной сети, и в перспективе можно, например, если говорить о перспективах исследований, можно говорить о том, сыграло ли это введение некоторую нормативную роль в тех реакциях, которые люди выдают в реальной жизни. То есть начали ли сводиться реальные эмоциональные отклики к тому набору, который представлен на площадке самой популярной социальной сети в мире. Примерами исследований в русле данного подхода являются различные виды дискурс-анализа, в том числе критический дискурс-анализ, мультимодальный критический дискурс-анализ, различные визуальные исследования влияния образов и репрезентаций. Здесь также я не отметил одну проблемную зону, которая на самом деле присутствует в различных аспектах цифровой антропологии вне зависимости от того, говорим мы о виртуальных сообществах или нет. Это проблемы, связанные с идентичностью, с репрезентацией отдельных пользователей, которые также могут влиять на функционирование различных виртуальных сообществ. Важно отметить, что несмотря на то, что сообщество часто выступает объектами исследования, совершенно не обязательно, что оно должно быть им всегда. и виртуальное сообщество, как сложный феномен, как, опять же, повторюсь, трансдисциплинарный феномен, может служить не столько объектом, сколько, например, средой для сбора исследовательского материала. К примеру, существует ряд исследований по трансферу информации, трансферу знаний внутри сообщества, и таким образом сообщества сами по себе фактически являются источниками информации о движении коммуникации, движении информации в различных группах. И здесь на помощь цифровым андропологам приходит Science and Technology Studies, то есть исследования науки и техники, которые фактически воспринимают сообщество как объекты исследования максимально широко, и фактически объектом являются некоторые ассамбляжи, то есть сборки технологий и различных пользователей в данном моменте. Время и их действия не всегда важен сам факт сборки, и именно эта сборка в какой-то степени, ну, в разной степени уникальности может служить как материалом, так и объектом исследования. Далее вот здесь на этой схеме, которая, сразу скажу, носит исключительно иллюстративный характер и не предполагает, ну, не претендует на конечность, как раз представлен ряд областей знания, которые часто прибегают к изучению виртуальных сообществ. По мнению российского исследователя Сергея Соколовского, более такую существенную роль, наиболее серьезное влияние на изучение виртуальных сообществ, среди них оказывают цифровая антропология, исследования науки и техники и исследования медиа. Собственно, в предыдущих примерах мы как раз убедились в том, что это, ну, вероятнее всего, так и есть. При этом, если говорить о наборе исследовательских инструментов, такая широкая канва, широкий контур подхода к этому, к исследованию этого объекта позволяет фактически исследователю выбирать такой набор инструментов, который позволяет ему ответить на вопрос, не заданный какими-то дисциплинарными рамками. И важнее в данном случае в исследовании виртуальных сообществ скорее сам сам принцип, сами предпосылки, из которого исходит исследователь, а не набор конкретных инструментов. Понятно, что, например, там инструментами антропологии чаще будут кейс-стаги, интервью, как это сказать-то, вот immersive cohabitation не нашел аналогов в русскоязычной литературе, но какое-то сопроживание, погруженное сопроживание. При этом существуют возможности для работы с большим набором данных, потому что любое виртуальное сообщество обладает большим количеством цифровых следов, которые оставляют его участники, и это позволяет анализировать большие объемы данных, визуализировать их и работать уже в русле исключительно цифровой гуманитаристики. помимо этого виртуальное сообщество оставляют цифровой след в виде различного коммуникационного материала, большого набора текстов, каких-то аудиовизуальных произведений, которые также могут подвергаться изучению в русле, например, дискурс-анализа или изучаться с точки зрения лингвистики. И тут как раз с точки зрения лингвистики я наблюдал, что в российском научном пространстве существует достаточно большое количество описаний именно языковых практик, различных виртуальных объединений. Мы можем проследить историю развития виртуальных сообществ именно языковую российского сегмента интернета на тех коммуникативных практиках, чаще всего представители различных сообществ использовали. То есть отдельные исследования есть по подонковскому стилю, по албанскому языку, по кощенитам. Отдельный набор исследований, которые рассматривают различные сленги и жаргоны иных сообществ. Вот сейчас, например, я обратил внимание на существование виртуальных сообществ, посвященных так называемому закулисью, то есть городскому фольклору, который посвящен некоторому параллельному миру и интересным образом это сообщество функционирует, его базой фактически является сабредит, естественно, с ядром американской аудитории, но у них есть большая база знаний в формате вики-проекта, который обладает достаточно четко выстроенным лором, то есть достаточно четко выстроенной вселенной, которая регулярно пополняется именно силами сообщества, и инфраструктура этого мира тоже может, к примеру, являться объектом для исследований. Собственно, подводя итог под тем, что я сказал, я бы хотел сказать, что исследование виртуальных сообществ на текущий момент преодолело некоторые болезненные этапы в виде уточнения понятийного аппарата, и на сегодняшний момент с учетом последнего подхода, который был здесь обозначен, можно предположить, что виртуальное сообщество, сам термин виртуальное сообщество на текущий момент является промежуточным, и мы, вероятнее всего, перед нами станет задача выработать некоторый новый терминологический аппарат для исследования сообществ, которые существуют в условиях смешанной реальности, особенно в контексте последних новостей, связанных с развитием метавселенных. Спасибо. Александрович за такой структурированный подробный доклад. Пожалуйста, может быть, будут вопросы. Но пока вопросов нет, можно я тогда задам свой вопрос? Я тоже осознаю эту проблему, проблему того, что очень трудно разграничивать сообщества, которые сложились на основе естественных связей и потом были перенесены в интернет-среду. И те сообщества, которые не имеют эквивалента в обычной жизни, а создаются только посредством интернет-соединения, интернет-сети. И когда исследовала в свое время виртуальное городское пространство, я была вынуждена разделять эти сообщества на виртуальные и виртуализированные, потому что тот материал, который в них формируется, он является неоднородным. Вот как по-вашему, вообще, если мы этот вопрос перенесем, не будем рассматривать не с точки зрения синхронии, а с точки зрения геохронии, может ли жизнь сообщества меняться и вот этот тип, который мы можем спроецировать, например, сообщество сложилось на основе естественных связей, потом было перенесено в интернет-среду, а потом, например, что-то с ним произошло и на каком-то этапе это сообщество стало полностью виртуальным, потеряло черты естественного объединения и встречались ли в вашей практике, в ваших исследованиях такие случаи динамики сообществ, может быть, даже не в области естественного и интернет-связи, а может быть, в каких-то других типах проявленных, с которыми вы работали. Спасибо. Я думаю, что на текущий момент с тем уровнем проникновения цифровых и медийных технологий в наши повседневные практики любое достаточно долго существующее сообщество будет иметь черты как виртуального, так и виртуализированного. Примером может служить объединение каких-то людей, скажем так, внутри городского пространства по какому-то принципу интересов, они создают какое-то сообщество в виде, например, группы или, например, общего чата, в котором выстраивают первичные связи и можно сказать о том, что это сообщество виртуальное, потом они знакомятся лично, после этого они, ну, скажем так, институционализировав свои отношения вживую, продолжают коммуникацию в онлайн-среде. Таким образом, опять же, поскольку в коммуникации будут присутствовать и компонент виртуальный и компонент реальный, вопрос о первичности, скорее всего, будет уже неуместен, потому что будет сложно разделить те практики, которые являются именно виртуальными и именно реальными. И в этом смысле вообще эта дихотомия оказывается незначимой, потому что она не дает нам возможности ответить ни на какой вопрос по сути. Ну, мне кажется, что она дает нам возможность ответить на разные вопросы в области интересов. И, может быть, даже она открывает для нас, если мы задаемся вопросом дихотомии, если мы задаемся вопросом динамики жизни сообщества, ставит еще один вопрос перед нами, возможно ли исторические исследования в интернет-сообществе, то есть историю сообщества, есть ли смысл прослеживать изменения тогда? Насколько я знаю, на текущий момент уже существуют исследования, которые именно посвящены истории сообществ, и я могу наблюдать популярность этой тематики, в том числе благодаря непрофессиональным исследованиям, то есть исследованиям, которые производятся не в научной среде, а в среде, например, публицистической, когда автор какого-то издания пытается проследить историю возникновения некоторого комьюнити. Коллеги, а можно я поклиню? Можно? Можно? Все-таки я позволю несколько не согласиться с тем, что деление на виртуальные и виртуализированные оно как бы не имеет смысла, потому что есть целый ряд сообществ, которые являются анонимными, и собственно ну там анон-чат, сообщество насекомых, то есть это полностью анонимные сообщества, они достаточно массовые, и ну собственно люди действительно не знают друг друга, потому что ну весь смысл этих сообществ является вот собственно в анонимности, в скрытии своей как бы личности и обмене опытом на какие-то там интересующие их темы. Вот, и поэтому в этом смысле мы можем говорить, ну скажем так, о чистейшем виде именно виртуального сообщества, которое сложилось именно виртуальной реальности, и люди сознательно отрезают себе путь, скажем, в реальность, чтобы иметь возможность, ну как бы перейти из разряда виртуальных, виртуализированные. Поэтому по большому счету это деление существенно, и благодаря наличию, скажем, вот этого спектра, ну двух дихотомий, все, что между ними, мы вот как бы можем замечать эти нюансы. Поэтому как бы, ну это важно, что так разделяют. спасибо. Спасибо, да, я думаю, что на самом деле я поторопился с этим выводом, и мне сейчас пришла в голову мысль с метавселенной и с вымышленными, ну, скажем так, интуициями, вымышленными мирами, которые сейчас присутствуют, например, в художественной литературе, а я думаю, что в какой-то степени это может стать правдой, в которых есть сообщества, где есть цифровые аватары, которые каким-то образом похожи на, ну, такие биоморфные объекты, скажем так, не обязательно люди, за которыми скрываются личности, которых никто никогда вживую и не видел, и они обладают собственной презентацией, собственным набором предзаданных, возможно, каких-то таких сценарных характеристик, то есть фактически позволяющими участникам сообщества, ну, не то чтобы неограниченным образом, но иметь больше идентичности, чем в реальной жизни. Да, может быть, более того, может быть, даже это разграничение может быть усилено за счет выявления промежуточных типов или типов, где перекрещиваются черты обеих групп, и, возможно, если вводить эти основания, мы раздвинем рамки двухчленной классификации, и у нас появятся какие-то другие дополнительные категории, о которых мы пока, ну, пока, потому что доклада этому не был, по сути, мы пока не говорили. Коллеги, еще вопросы? Никита, да, пожалуйста. у меня у меня был вопрос, существуют ли исследования, в которых изучается некоторый психологический аспект включенности пользователя в это сообщество, то есть, почему пользователь входит в то или иное сообщество, какие причины побудили его, как это связано с реальностью? Спасибо, да, есть исследования, которые выявляют мотивационный компонент участия в сообществах, собственно, это ответ на вопрос, почему человек решил присоединиться и почему он решил не покинуть это сообщество, либо на основе интересов, либо на основе необходимости быть причастным к группе, то есть, есть ряд параметров, которые экспериментальным путем исследуются. Еще вопросы? Екатерина, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Я, может быть, в продолжение немножко о классификации возможностях. У меня тогда или такой немножко шаг назад, что ли. А есть ли какие-то, может быть, я пропустила из доклада, есть ли какие-то признаки вообще виртуального сообщества? Что мы под этим понимаем? Для того, мой вопрос обусловлен, тем, что насколько вообще это понятный термин, понятная категория, чтобы мы потом могли ее от чего-то отличать от тех же каких-то реальных групп социальных реальных сообществ? Спасибо. На текущий момент, насколько я могу судить, достигнут консенсус по поводу широкого подхода к определению виртуальных сообществ. виртуальным сообществом будет являться любое объединение людей, которые имеют технологическую опосредованность. И исторически было не так. Исторически, когда только этнографы подходили к описанию сообществ, был ряд попыток перенести представления, связанные с изучением реальных сообществ в реальном мире в цифровую среду. Таким образом, чисто цифровые сообщества не рассматривались как аутентичные. Впоследствии с развитием технологий стало очевидно, что любое сообщество, объединенное некоторым, например, названием или тематикой, будет достаточно валидным для того, чтобы его изучать как объект. Но на сегодняшний день рамка исследований максимально расширилась. То есть фактически любой обзор будет носить некоторый субъективный характер. Я об этом не предупредил, наверное, зря, потому что действительно существует огромное количество подходов и исследований. И вот та проблема, которую он поражает, это именно проблема выбора подходов. И на сегодняшний день существует как один из подходов определения виртуального сообщества, как даже случайного объединения людей и технологий в одном месте. То есть если мы можем фиксировать этот факт, то мы можем этот факт объединения уже исследовать тем инструментарием, который оказывается доступным в текущем моменте. Поэтому границей виртуального сообщества будет разве что границей технологий. Если нет технологически опосредованного взаимодействия, то говорить о существовании виртуального сообщества скорее всего не приходится. То есть речь идет, правильно понимаю, речь идет о том, что если люди взаимодействуют даже разовое происходит взаимодействие, то все равно мы уже говорим о виртуальном сообществе. Да, то есть фактически можно сказать, что наш сегодняшний семинар достаточно, ну, не то чтобы достаточно случайно, но с нерегулярным набором участников, я бы сказал, тоже можно считать примером виртуального сообщества, поскольку оно децентрализировано, оно не локализовано в одной точке, оно обусловлено некоторым общим вектором интереса и оно обусловлено технологической опосредованностью, мы все сидим в зуме, с, опять же, применением собственных цифровых аватарок. И здесь также даже на текущий пример взаимодействия накладывает отпечаток цифровая среда. Да, у нас есть раз, два, три, четыре, пять участников, у которых выключены камеры, у нас есть участники, у которых фон размыт или изменен, и таким образом наша презентация в виртуальном мире имеет некоторый зазор с презентацией в мире реальном. взаимодействии. Это, конечно, немножко размышления, это, конечно, существенно различается от того, как мы понимаем сообщество в социологии, например, такие разовые столкновения, скажем так, разовые взаимодействия, случайные, может быть, взаимодействия, они, конечно, в социологии не принято их рассматривать как элементы именно социальных групп, социальных сообществ, а здесь это принципиальное отличие. На самом деле есть большой корпус исследований, которые посвящены таким долгим продолжительным исследованиям долгих продолжительных взаимодействий. Например, есть исследование Денис Картер, который изучает, изучала, по-моему, это статья 2005 года, у меня здесь дату я потерял, комьюнити в Сайбер-Сити, так вот, она изучала его в течение трех лет, то есть это было трехлетнее ежедневное взаимодействие с участниками сообщества. Соответственно, они большей частью там проводили, ну, скажем так, были регулярными участниками этого сообщества и была возможность продолжительного долгого исследования, и в данном случае участники, конечно, были не случайными. Спасибо. У меня еще есть один вопрос. Как исследователи виртуальных сообществ относятся к фейкам или ботам? Они исследуют это как инородный элемент или как неотъемлемый элемент виртуального сообщества? Опять же, есть разные подходы. Есть отдельное направление исследований, которое посвящено, скажем так, экологии виртуального мира, и в целом экология виртуального мира это такой один из базовых принципов его изучения, то есть как у медиков есть принцип «не навреди», вот здесь то же самое. Исследователь не должен приносить вред тем сообществам, в которых он участвует, и если изучается какая-то потенциально вредоносная система, например, система фейков, то она изучается, например, часто в руслокритической теории. И это такое классическое направление медиасталис. У меня есть вопрос? Пожалуйста. Я просто уточнить хотела, мне кажется, Никита задал вопрос несколько о другом, или может быть, я не поняла, ведь вопрос был о том, как сами участники сообщества относятся. к ботам и к фейкам. Как исследователь. Как исследователь, да? Да, как исследователь. Извините, я пропустила. Динара, пожалуйста. Вот у меня вопрос немножко такой приземленный, что ли. Условно, например, мы хотим заходить в эту тему, студенты наши, магистры или лавры, которые являются по своему базовому образованию историками или специалистами по медиам или специалистами по коммуникациям или лингвистами, или, ну, то есть, как бы, все это для изучения, или антропологами, все это для изучения виртуальных сообществ важно. Хочется такой, какой-то минимальный набор того, того, что нужно, ну, если не прочитать списком раз, два, три, то хотя бы, то есть, в какие области нужно погрузиться, чтобы быть, чтобы в эту область можно было заходить не совсем как вот новичок, а все-таки понимая, имея какую-то базу, да, то есть, вот, прочитали сначала, там, не знаю, то, 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 там, статистику изучили, изучили еще что-то, вот, вот, какой этот минимальный инструментский набор? Спасибо большое, Динара Амировна, я на самом деле хотел это вынести на слайд, но я понял, что просто забыл это сделать, потому что у меня подготовлен материал по этому вопросу. Я думаю, что первое, это общая методологическая база по качественным и количественным исследованиям, потому что базовым например, одним из методов, которые являются очень распространенным, является метод включенного наблюдения. Никита, секунду, я можно, я сразу уточню, качественным количественным исследованием откуда? С социологией? С социальным, да. С социологией. Да, в целом в социальных науках, я бы сказал. Если говорить о ключевых авторах, то я бы сказал, что это Том Беллстров, у него есть работа, которая называется, под его редакцией вышла этнография и виртуальные миры, это хэндбук, как в русском. Ну, в общем, обзор методов исследования. Далее, это Кристин Хайн и ее работа виртуальная этнография. Далее, это Роберт Казинец и его работа, которая называется на этнография. Далее, несколько работ под редакцией Дэниела Миллера и Хизер Хорст, которые называются … Одну секундочку. Так, я потерял в записях, но я найду и скажу. И есть работа под редакцией Сари Пинг Digital Ethnography Principles and Practice. Кроме того, есть некоторые эссе, которые являются скорее такими не прикладными, а формирующими некоторую концептуальную картину мира. Это, например, эссе Аннет Марком по цифровой этнографии. Это эссе Донны Харрэвэй, их несколько, например, «Слепой гигант» или «Манифест киборгов». Это сейчас скажу еще. Хороший обзор литературы я обнаружил в статье Сергея Валерьевича Соколовского, которая называется киберги в киберпространстве, современные исследования в области кибер и цифровой антропологии. Там, собственно, это достаточно свежая статья 2020 года, и там есть неутешительный момент, связанный с тем, что в России мало собственных обзорных работ и мало переводных работ на текущий момент, хотя некоторые работы, которые являются такими классическими в русле цифровой антропологии на Западе у нас еще не переведены. И там есть большой набор авторов, которым следует обратиться, но мне кажется, что всех ключевых я обозначил. Спасибо. Еще вопросы будут? У меня вопрос был связан с заглавием последней статьи. Я как раз тоже хотела вас спросить, а вы поддерживаете разделение современное, которое сложилось в антропологии на две ветви киберантропологии и цифровой антропологии? Я не уверен опять же в том, что это как сказать это разделение, которое я не уверен, что это разделение, которое имеет смысл. Потому что такое ощущение, что это разделение по разным основаниям. С одной стороны мы говорим о методах, с другой стороны об объектах. Как будто бы. И есть ощущение, что в таком противопоставлении есть смешение несопоставимых сущностей, как будто мы сравниваем теплое с красным. Ну я могу ошибаться, по моим ощущениям это так. Можете пояснить тогда, что где является предметом? Вот опять же, если мы ставим знак versus между цифровой антропологией и кибер антропологией, то получается, что цифровая антропология это антропология, которая применяет цифровую методологию для изучения, а кибер антропология это антропология, которая изучает киберпространство, то есть кибермир. Но фактически это ведь не так. На текущий момент цифровая антропология это трансдисциплинарная область знания, которая изучает различные формы объединения людей и репрезентации людей, культурные практики в условиях медиатизации. То есть говорить о том, что есть некоторый отдельный мир, отличный от нашего, в котором что-то существует, это, наверное, говорить все-таки о признавании существования матрицы. Поэтому, честно говоря, я не вижу необходимости в этом противопоставлении. Спасибо. А по метавселенным уже есть какие-то серьезные исследования? Вот по метавселенной, которая должна быть такой, как в фильме «Первому игроку приготовиться», конечно, нет, потому что еще самого объекта нет. Но есть исследования по отдельным виртуальным мирам. Есть исследования отдельно по Варкрафту, по тому, как функционируют гильдии, по тому сленгу, который применяют игроки, потому что мы с вами понимаем, что когда мы слышим сленг этих людей, мы только предлоги в нем опознаем. Игровые стратегии отдельно. То есть на самом деле появление таких явлений, как виртуальные миры, они накладывают отпечаток сразу на, ну, практически на все практики, которые могут быть с ними так или иначе связаны. Например, поведенческая экономика также может исследовать виртуальные миры с точки зрения принятия решений и игровых стратегий в этих мирах. Антропология может изучать культурные практики, которые там зарождаются и оказываются репрезентированными, например, уже в реальной жизни. Лингвистика может изучать, как формируется вот эта макароническая речь на каком-то таком птичьем языке, те, которые используют игроки и представители этих сообществ. На самом деле, конечно, мы с нетерпением ждем, когда наконец появится метавселенная именно в формате смешанной реальности, когда окончательно сотрется граница между мирами, потому что на сегодняшний момент мы говорить об этом, конечно же, не можем. Даже если мы говорим о каком-то виртуальном мире, все равно у нас есть серьезный зазор между аватаром в Fortnite, например, и личностью человека, который может быть от нее обособлен. Если мы представим себе воображаемую ситуацию, которая представлена в фильме «Первому игроку приготовиться», то там этот зазор минимален. Потому что человек физический в своей физической оболочке, принимая определенную форму, сразу выбирая для себя, желая этого или нет, встроенную модель собственной презентации. Мы уже, не знаю, вышли за пределы тайминга или нет, у меня есть еще один вопрос, если можно. В какой степени, есть ли вообще исследования про это? И тоже можете посоветовать, куда смотреть. Есть исследования по формированию виртуальных сообществ, то есть по некоторому управлению, что ли, ими, то есть вот как это выстраивается, то есть что-то про такой на стыке менеджмента, коммуникаций или еще чего-то. И сравнение с обычными сообществами, например, является ли виртуальное сообщество более управляемым, манипулируемым с точки зрения информационных войн, например, фейков и всего такого? На последнюю часть вопроса, наверное, затруднюсь ответить, потому что отдельно знаю исследования про фейки информационные войны, отдельно про сообщества. Но маркетинг очень активно изучает формирование сообществ вокруг брендов, и я знаю, что в российской маркетинговой среде есть достаточно такое плотное сообщество комьюнити менеджеров, которые изучают различные подходы. Понятно, что это не научный подход, это исключительно практическое изучение того, как создать сообщество, которое будет по-настоящему живым, эффективным и отвечающим задачам повышения эффективности коммуникации в целях повышения популярности какого-то бренда. Исследования точно есть, но маркетинговые научные исследования я, наверное, сейчас точно не назову. Сейчас у нас такой обзор исследований. Есть еще вопросы, да? Екатерина, еще вопросы. Да, в продолжение такого обзора разных тем исследований, а встречались ли вам исследования, вообще есть такие или нет, о, может быть, каком-то проникновении, да, вот вы начали говорить про геймеров, в частности, да, и их сленги. То есть есть ли исследования по поводу того, как вот проникает, не знаю, в виртуальная реальность, виртуальная, может быть, личность, да, в реальную жизнь и, может быть, наоборот? Есть исследования, которые изучают этот вопрос, ну, скажем так, в более широкой конве, как медийные технологии влияют на немедиатизированные практики, скажем так. Потому что, ну, грубо говоря, например, с точки зрения изучения потребительского поведения, как использование интернет-магазинов и способ каталогизации и сортировки товаров в интернет-магазинах влияет на поведение тех же самых людей в физических магазинах. Такие исследования есть. А вот именно по виртуальным таким сообществам, которые переносятся в реальную жизнь, я, наверное, сейчас затруднюсь ответить. Ну, да, поведение потребителей, маркетинг в этом смысле, он такой очень продвинутый, потому что они очень быстро улавливают тенденции виртуальные и пытаются, да, но это финансово обусловлено. Да, да, то есть они решают четкую прикладную задачу, которая имеет финансовый результат был. Спасибо. Можно я еще один вопрос задам? На одном из ваших слайдов, когда вы перечисляли методы исследований, вы отметили традиционные методы, которые переносятся в интернет-пространство для сбора материала. Например, вы в качестве такого метода отметили интервью. У меня вопрос, каковы особенности использования этого метода сбора материала в цифровой среде, в цифровом контексте? Меняется ли что-то в этом методе или мы просто говорим об инструменте, который мы используем применительно к другому материалу? Или он действительно приобретает какие-то новые характеристики, которые не имеет в работе с материалом, с людьми в обычной жизни? Мне кажется, что все зависит от задачи исследователя, потому что если мы, например, изучаем коммуникацию, язык, то форма представления интервью будет иметь значение. Либо это письменная речь, либо это устная речь. И сетевая форма сбора информации именно в форме интервью предполагает этот и другой формат, и, естественно, они будут различаться между собой. При этом есть еще сложность, связанная с тем, что письменная речь в социальных... Ну, то есть, да, письменная речь в социальных медиа по факту не является письменной речью, она является некоторым таким конгломератом и, по сути, устно-письменной речью, которая содержит в себе и... У меня сразу вопрос. То есть интервью предполагает здесь и письменный ответ. То есть мы говорим не о спонтанном, быстром, не обдуманном решении и вот создании такой речевой продукции, которая не имеет рефлексии длительной, не имеет возможности редактирования. Мы говорим в том числе и о текстах, которые поддаются обдумыванию, исправлению и так далее. То есть спонтанность снимается. Можно я тоже немножко вклинюсь? Если мы говорим об интервью, ну, в частности, в социологии, письменный вариант интервью, он возможен, это тоже такой достаточно классический вариант. И здесь возможны разные особенности с точки зрения организации, про спонтанность в том числе. То есть это может быть, ну, прям список вопросов, которые отправляются, и, не знаю, там через неделю условно респондент высылает огромные свои ответы на эти вопросы. А это может быть более спонтанный вариант, если мы говорим о виртуальном сообществе. Мне кажется, второй вариант более используем, когда мы, ну, вот как в чате, да, переписываемся онлайн, но это происходит в письменной форме со смайлами и прочим. То есть такой более спонтанный вариант. То есть я не думаю, что здесь прям спонтанность куда-то девается. Ну, да, возможно. Я просто, видимо, в силу некомпетентности вот с такой формой интервью не работала, когда готовится как бы подготовленный текст. Я все-таки... Он используется, да, он используется реже, используется чаще там с экспертами, например, да, то есть с людьми, с которыми мы не можем так вот просто встретиться, то есть с какими-то труднодоступными представителями. Ну, и еще один вопрос по поводу методов тоже и цифровой антропологии. Среди тех видов фиксации активности пользователей, например, как письменный текст, смайлики, видеоизображения, фотоизображения и так далее, вот любая форма этого цифрового следа, есть ли среди этих особенностей такие, которые возникают только в цифровой среде, и, соответственно, методики их сбора еще не отработаны в реальности, и вот этот материал, этот тип кода требует от нас каких-то других инструментов для сбора и классификации. Насколько я могу судить, наиболее проблемной частью являются качественные исследования в виртуальной среде. Особенно качественные исследования связаны с культурными практиками, потому что они зарождаются тогда, когда зарождается сообщество, и они все оказываются технологически обусловленными. Каждая отдельная платформа накладывает свой характер, определяет характер взаимодействия на ней, и таким образом очерчивает тот набор практик, которые оказываются там возможны и доступны. Плюс, я приводил пример с лайками, реакциями и прочим, это также тот вид невербальной коммуникации, который изначально предзадан площадкой, и таким образом не похож на невербальную коммуникацию в оффлайн-среде. Ну и последний вопрос. По поводу культуры виртуальных сообществ. Культура предполагает традицию передачи от одного поколения к другому поколению или от одного носителя культуры к другому носителю культуры некоторой информации, которая долговременно сохраняется в обществе. Когда мы говорим о сообществах, которые собираются однократно под какое-то событие, исходя из интересов участников. В данном случае у нас вопрос о культуре, он каким образом решается? И о традиции, соответственно? Он решается в зависимости от способа организации сообщества. Есть исследования, которые применяют, например, сетевое моделирование. И здесь мы можем наблюдать разные способы, собственно, трансфера знаний. Есть модель сообщества ресурсная, когда есть некий центр, из которого исходят лучи, и, соответственно, участники опосредованно взаимодействуют друг с другом через некоторые центры, которые являются носителем информации. А есть, вот, мне кажется, в случае с закулисьем так есть, то есть база знаний Вики, которая представлена в виде отдельного сайта, является тем хабом, тем центром, через который все участники сообщества друг с другом взаимодействуют. Есть модель сетевая, в которой, естественно, этот трансфер оказывается затрудненным, потому что нет централизации информационных потоков. И, соответственно, вот этот трансфер будет… Ну, он просто займет большее время. Вот в нашем случае, опять же, нашего спонтанного сообщества, мы скорее ресурсно относимся к ресурсному типу, потому что есть один человек, который говорит больше остальных. Да, это все понятно. А вот когда сообщество, вы сказали, мы включаем в вот этот клубок сообществ, разные экипы, и в том числе те, которые собираются один раз. А вот здесь вот, которые собираются один раз. Мы-то еще, может быть, в следующем месяце соберемся. У нас, кстати, там и докладчики есть от тех, которые один раз и больше никогда. Я просто не встречалась с ними, в жизни не сталкивалась, и поэтому мне трудно эту материю себе представить, визуализировать сознание. Как это так? Один раз встретились, и что тогда? Я не нашел хороших примеров, к сожалению, чтобы их представить, поэтому мне сложно, честно вам скажу, какой-то вот конкретный иллюстративный материал выдать. Но ведь возникает вопрос, если это объединение произошло, значит, оно произошло почему-то. То есть есть некоторый набор предпосылок. Да, то есть здесь есть некоторый общий культурный пограунд, есть общие интересы, которые позволяют им встретиться. Но мы должны тогда оценивать саму коммуникацию, которая сложилась в этом сообществе, и какому результату она привела, скажем, действительно в ходе коммуникации все по интересам, по культуре совпали, и тогда там разъединились и дальше стали жить. А если вдруг поспорили, подрались и так далее. Вот в таком случае можно говорить о моделировании типичных ситуаций, в которых создаются случайные группы. Это ведь вещь не новая, она не эксклюзивно относится к виртуальной реальности. Я думаю, что коллеги-социологи подтвердят, что очередь к терапевту – это ведь тоже пример группы, случайно собранной, но поддающейся моделированию. Да, только они такую группу не называют, по-моему, сообществом. Они просто называют эту группой, нет? Наверное, да. Просто у них и в культурологии тоже есть такой принцип. Когда они складываются, общая культура, в том числе и речевая культура, то говорить о сообществе очень тяжело, потому что вот культура, традиция, общий язык, общие интересы, общие представления – это должно быть на уровне не просто как бы тайминга, встретились в одно время, в одном месте, это должно быть на уровне разделяемых всеми людьми каких-то представлений, ценностей и так далее, традиций. Вот тогда это как бы… Хотя в виртуальной среде, когда мы говорим о разных типах, мы где-то, наверное, должны долю этого смысла снимать. Наверное, не все только это определяется. Честно говоря, мне кажется, проблема в терминологии. Потому что мы видим даже в определениях англоязычных, что по-разному пытаются исследовать или определить, собственно, что такое virtual community. Кто-то говорит, что это social aggregation, кто-то говорит, забыл еще какой-то пытается обобщающий термин подобрать. В целом, я думаю, что мы сейчас находимся в поиске. И рано или поздно, может быть, вот социологи нам помогут в этом. Может быть, антропологи сами разберутся. Может быть, мы все вместе это сделаем. Ну вот, я рада, что мы с вами закончили на теме коммуникации, на теме культуры. И я сразу скажу, что наше следующее заседание будет посвящено продолжению обсуждения этой темы, теме солидарности и готовности к общению среди рабочих. Это тоже тип сообщества. Ну, а сегодня, если у вас нет вопросов, то мне бы еще раз хотелось поблагодарить Никиту Александровичу за доклад, потому что мне показалось, что он очень логичный, последовательный. Он действительно очень, ну, как бы, отражающий последнее состояние науки, границу науки в изучении виртуальных сообществ. Мне кажется, что он сделан был очень подробно и детально. Спасибо. У меня у нас Анна руку поднимала. Ой, извините, пожалуйста, я пропустила. Пожалуйста. Да, я просто хотела высказать небольшую идею по поводу хранения передачи знаний в каком-то однократном, ну, таком случайно собранном сообществе вроде нас. Вот мы сидим в зуме, но у нас ведется запись. Мы ее потом куда-нибудь выложим. То есть вот это все равно хранение и накопление, оно все равно в некотором баде присутствует. И можно ли вообще говорить о том, что наше вот это сообщество, оно однократное? Если то, что мы здесь произвели, эти смыслы, эти высказывания, они все равно останутся и будут жить дальше. Вот. И да, спасибо большое за семинар и за возможность поприсутствовать. И Динаре Амировне спасибо отдельное. Да, Анна, вы сделали хорошее замечание. Да, действительно, над этим надо думать. Это действительно резонно то, о чем вы говорите. Это надо принимать во внимание. Ну, Никита Александрович, будете ей отвечать что-то? Я, честно говоря, даже не знаю, что на этот счет сказать, но в целом, мне кажется, очень справедливое замещение. И действительно, цифровой след позволяет сообществу существовать чуть дольше, чем в реальной жизни, да? Ну, вот опять же, очередь к терапевту взяла и распалась. Ну, тут еще вопрос, конечно, насколько долго, потому что, ну, о сохранности ссылок и ресурсов все мы знаем. Вот. Ну, просто говорить о том, что это все совсем исчезает, ну, тоже, мне кажется, все-таки. Вот это надо иметь в виду, когда мы говорим об однократных сообществах в онлайне. Да, получается, что это сообщество, оно устраивается в какую-то систему общей коммуникации, где мы предварительно все вместе были, где мы были проинформированы, все в разных местах были проинформированы о том, что сегодня будет этот семинар, и продолжили вот эту вот культурную нитку, ее плести, ее ткать, ее, благодаря тому, что сегодня встретились. И, возможно, дальше будем ее продолжать, продолжать плести уже посредством каких-то других форм. Ладно, хорошо, спасибо всем за участие. Еще, еще. Мне кажется, да, такая мысль может быть как раз виртуальное сообщество и отличается от реального сообщества тем, что оно создает некие вот эти вот формальные продукты в виде текстов, в виде каких-то следов в интернете, в виде записей и прочего. Потому что если мы встречаемся вот в неформальной обстановке с друзьями условно, да, то это остается только там в нашей памяти, ну, может, еще в памяти телефона сегодня, конечно, но не всегда. А здесь это вот такая, такой дневник, да, наших всех встреч, наших всех взаимодействий виртуальных. Спасибо. Можно короткий комментарий, да? Собственно, один из аспектов, которые необходимо учитывать при исследовании технологически обусловленных коммуникаций, являются настройки, заданные по умолчанию, да, по дефолту. И мне сейчас пришла в голову мысль, что на самом деле при желании можно организовать онлайн-коммуникацию, которая не будет, ну, общие онлайн-взаимодействия, которые не будут оставлять цифрового следа, потому что текущее развитие платформ позволяет это делать. При этом в голову приходит обратный пример, когда есть некоторые формализованные оффлайн-мероприятия, которые тоже обязательным образом имеют некоторый продукт. Ну, я имею в виду не сложные мероприятия, типа конференции, да, которые имеют, например, сборник в результате, а регистрация на входе, на вахте, например, когда мы куда-то заходим. Приходим мы в высшую школу экономики, берем ключ, расписываемся, люди уже потихоньку отключаются на занятия, на работу, поэтому мы тоже, наверное, на сегодня мы закончим. Ну, а если у вас остались вопросы, то я думаю, что вы можете их нашему докладчику отправлять и продолжать эту коммуникацию уже в частном режиме. Поэтому всем спасибо, до новых встреч в следующем месяце.